Сегодня специалисты Урал-Гипротранса отчитались о проделанной работе перед главой города. Проектировщики рапортуют, все основные изыскательные работы завершены. Осталось провести летние экологические исследования. Их цель – выяснить, насколько строительство повлияет на окружающую среду. Сергей Носов отметил, работы должны идти строго по графику. Надо понимать, что мы идем по графику, потому что любая мелочь, когда ее цепляется, и слишком много цеплял, она медляет движение. Это отыгрывание конкурсов, контракт проверяем. У нас все готово должно быть к размещению, в общественных службе к размещению уже там с августа месяца. Мы там ни дня не потеряли. У подрядчика было два с половиной года, значит, на производство работ. Сергей Константинович, Вашу задачу мы выполним. У меня, например, как у службы заказчиков, на сегодняшнее четкого понимания, когда какой Вы документ предоставите, пока нет. Здесь те сроки, которые стоят по календарному графику, значит, они довольно широкие, и Сергей Константинович правильно говорит, как бы поздно не было. Поэтому я предлагаю вот этот календарный план график рассмотреть отдельно на этой неделе, пошагово, по разделу, в соответствии с календарным планом выполнения работы приложения «Два контракта». И чтобы у меня было четкое понимание, какой отчет и какой документ получу и в какой сроке. Отметим, наряду с разработкой проектной смертной документации идет оценка стоимости семи земельных участков, которые попадают в зону предстоящего строительства. В начале апреля у нас прошла оценка. Уезжал оценщик, независимый эксперт. Произвели оценку, прошли все семь дворов, скажем так, потому как есть жилые постройки, хозяйственные постройки. Все посмотрели, все описали, оценили, каждое дерево посчитали плодово-ягодное. В общем, и сейчас ждем официальных цифр от оценщика. Ну и дальше будут составляться соглашения и направляться собственникам земельных участков. Следующее рабочее совещание состоится в конце мая. Проектировщики презентуют 3D-модель будущего сооружения, а также световое оформление мостовых пролетов. Субтитры создавал DimaTorzok